всем привет вы на канале лазница меня зовут вика сегодня хочу вам показать макияж который всем так понравился с красной помадой и все спрашивали какой у меня тон и вот тот самый тон он у меня от catrice hd я сама его недавно купила и в принципе то было первое видео в котором я его использовала и она он и правда мне очень нравится он матовый очень хорошо все перекрывают просто идеальный и в течение дня он остается таким же как я его и нанесла в общем я довольна на все сто процентов также у меня консилер от catrice все продукты я буду вставлять в таких мини видео чтобы вы могли видеть название цвет текстуру в общем все покажу наношу я консилер под глаза в форме таких треугольничков чтобы немного вытянуть лицо так как она у меня кругловатое также на носик подбородок и галочку над губой в общем высветляю все места которые выпуклые также под бровь и распределяю на глаза он у меня служит вместо базы для теней растушевываю я консилер кисточкой с искусственным борсом и дальше я наношу пудру но не сразу я даю немножко усвоиться тональному средству и консилеру то есть где-то через минут пять я наношу пудру обязательно перед нанесением пудры на веки я немножко растушевываю консилер чтобы там не было складки а было все ровно затем наношу пудру далее подчеркиваю скулы и делаю лицо немножко объемным х не плоским также делаю вот такой прием это создает такой лифтинг эффект также обязательно захожу на шею перехожу к бровям нашла очень классный карандаш до этого постоянно была в поисках теперь по моему остановлюсь на нем от vivienne сабо очень мне понравился и по цвету мне подходит и удобный держится прекрасно удобно что его не нужно точить и есть щеточка и 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 также наношу гель для бровей когда его только купила очень было много продуктов на кисточки и просто брови были темные поэтому я вот так вот очищала кисточку и тогда уже наносила и и и конечно это нелогично но я буду начинать с губ для того чтобы не переборщить с глазами если бы я сразу накрасила глаза они могли бы быть слишком темные потом вместе с губами поэтому сначала я рисую губы а затем буду уже под губы подстраивать глаза в общем такая странная у меня схема но вот вот так вот я пользуюсь для начала я делаю контур карандашом его нужно обязательно хорошо подточить очень нравится он стойкий и хорошо растушевывается не слишком жирный не слишком сухой в общем как по мне идеальный и я буду еще такой брать как только закончится первым делом я прорисовываю галочку над губой затем уголочки от уголочков веду к этой галочки такие полоски и соединяю затем на нижней губе по центру я делаю линию чтобы губы были ровные и также от уголочков к центру направление сдаю теперь аккуратненько соединяю карандаш лучше держать перпендикулярно губам делать четкую ровную линию эта работа ювелирная так что если вы куда-то спешите лучше не пробовать лучше спокойно взять потренироваться набить руку у меня тоже не с первого раза это все получалось так что не думайте что у вас руки не с того места растут как вы пишите иногда просто во всем нужна практика теперь я немножко подтушевываю карандаш и буду уже наносить помаду помаду я буду наносить кисточкой мне так удобней она ровнее ложится кисточка у меня тоже из синтетического ворса она такая плотно набитая и как видите маленькая очень удобная все кисти которые использовала у меня от зоева я купила наборчик и все я не знаю уже несколько лет я ими пользуюсь и очень довольна они в каком были состоянии в таком и остались и вот так вот сначала я по контуру обвожу помадой а затем заполняю уже внутри так как у нас уже нарисован контур карандашом то это делать легче но все равно аккуратно чтобы не выйти за края потому что эту помаду уже не отмоешь так просто она очень стойкая и обычная мицеллярка и вы ее тоже не смоете если у вас ничего такого нету что стойкие материалы отмывает то возьмите просто подсолнечного масла я даже так делала просто на ватный тампончик и отлично смывает то есть помада эта растворяется от жира да и аккуратнее когда кушаете что-то жирное и так мои идеальные красные губы готовы и теперь я буду переходить к глазам тени все у меня тоже от зоева я буду брать вот такую вот оттенок и наносить его в складку первое касание кисти у меня в уголку глаза я тушую на одном месте круговыми движениями а потом продвигаюсь по складочке также захожу на нижнее веко и увожу немножко в бок к виску и перед нанесением на глаза и обязательно с кисточки сдуваю излишки теней и наношу в уголочек первое касание кисти кручу на одном месте то есть чтобы там было самое темное пятно как скажем так и прорабатываю складочку затем захожу на нижнее веко и увожу к височку немножко остатками уже тени далее беру вот такой оттенок потемнее и уже наношу ближе к подвижному веку но тоже в уголочек чуть больше его затемняем затем следующая палетка и вот такой вот золотой оттенок я наношу пальчиком потому что лучше всего передается так пигмент и кисточкой немножко растушевываю вот такой вот красивый цвет на своче он шикарно переливается на видео на макияже так не видно вживую это вообще шикарно смотрится и следующий оттенок вот такой вот оттенок шампанского я бы так назвала наношу в уголочек глаза немножко на нижнее веко он тоже шикарно вот так вот переливается как вы видите и я его использую еще вместо хайлайтера наношу подбровку на скулы в общем на носик на галочку над губой и на подбородок в общем на все места куда нужно носить хайлайтер в принципе все макияж готов осталось нанести тушь я сначала вот так вот прокручиваю то есть снимаю продукт на ресницы сначала на один глаз потом на второй немножко жду пару секунд и начинаю прокрашивать когда прокрасить прокрасила по кругу все реснички я делаю вот такой вот маневр провожу тушью и в конце делаю заворот в обратную сторону таким образом подкручиваю реснички то есть когда уже я прокрасила хорошо все реснички я последним этапом протягиваю по ресничкам и прокручиваю тушь в другую сторону немножко наношу на нижние реснички и все макияж готов не пугайтесь сейчас будет очень страшная до и ничего так вроде после надеюсь что вам понравился результат немножко прорекламирую вам следующее видео у меня будет вот такая вот прическа с каниколоном и вот такой вот получился образ надеюсь что вам понравится буду рада если поставите пальчик вверх если какие-то остались вопросы то задавайте их в комментариях с вами была лазница вика подписывайтесь на мой канал обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и до следующего видео всем пока у меня у меня Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok